В Москве завершилась выставка «Золотая осень». В этом году крупнейший агропромышленный салон проходил в 20-й раз. У делегации республики насыщенная деловая программа и, как итог, солидный портфель контрактов и наград. Подробности у Дмитрия Ковалева. Пирамиды и золотых яиц, алтайская юрта и даже астраханский верблюд с собственной персоной. А еще огромные дегустационные столы. У каждого региона на этой выставке своя изюминка. Так что голодным сюда лучше было не приходить. Изобилие продуктов явно радовало глаз и желудок. Особенно большой интерес к экспозициям регионов проявляют гости из-за рубежа. Вопросы экспорта сейчас выходят на первый план. Партнером агрофорума выступила японская делегация. В стране восходящего солнца есть что предложить и республике. Экспорт продукции АПК сегодня составляет около 19 миллионов долларов. Стоит задача до 2024 года довести до 37 миллионов долларов. То есть это больше чем в два раза мы должны инвестиции, то есть экспорт увеличить. Для этого потенциала предприятий есть, понимание есть. Главное есть понимание со стороны других стран. Они тоже хотят увидеть нашу экологическую чистую продукцию. И это и кондитерка. И с этого года два крупных предприятия начали поставлять зерно, технические культуры напрямую из Чуварской республики. Другие страны. Это и пиво, и горчица с уса. Но сырьевой экспорт не самоцель. В другие страны необходимо продавать переработанную продукцию. В Минсельхозе страны отмечают, что у региона есть чему поучиться. В этом году аграрии чуваши получили хороший урожай. Чуварская республика является лидером по картофелеводству. Она является лидером сегодня по хмелю, производству хмеля. Это единственная республика осталась. Ну и, конечно, развивается животноводство. Ну и, конечно, производство зерновых и мастичных культур. Включаются все новые и новые культуры в производство. Золотая осень, как раз она и для того и проводится, чтобы подписывались новые контракты, чтобы люди общались, новые направления вырабатывались при взаимодействии различных структур. Один из приоритетных партнеров Чувашии – корпорация «Уралхим». Соглашение положило начало реализации целого ряда программ. Корпорация и Чувашская сельхозакадемия намерены создать базу для подготовки специалистов в области защиты растений. «Уралхим» готов предложить и комплексные минеральные удобрения. Мы хотим приехать вместе с лучшими хозяйствами и предложить инновации. И если инновации будут распространены на этих лучших хозяйствах, они могут увеличить производительность, они могут увеличить эффективность производства. И вместе мы будем потом распространять на всей территории Чувашии. Мы поставляем в основном одну группу – это азотное удобрение, но при этом мы имеем более широкий ассортимент. Объемы господдержки АПК определены. В следующем году на реализацию программы из федерального бюджета направят более 300 миллиардов рублей. Немалую сумму предусмотрят на развитии хмелеводческих хозяйств. Один из крупных производителей зеленого золота республики на выставке получил медаль высшей пробы. Одна треть урожая республики мы собираем и одна треть площадей хмельников – это у агрофирмы «Ресурсы». 34 гектаров. Мы сами выращиваем, сами перерабатываем, сами пиво варим и сами, естественно, лишнее продаем. И у нас цель только развитие хмелеводства. В этом году выкупили мы комбайн хмелеуборочный отечественный. На выставке «Золотая осень» аграрии республики собрали солидный урожай наград. Всего 63 медали. Одну из золотых вручили руководителю семейной фермы Ксении Сумковой. Награда в номинации за развитие птицеводства в Чувашской республике. В 2016 году мы получили грант на развитие птицеводства. Запустили цех подращивания птиц и молодняка. Мы получаем на сегодняшний день 40 тысяч яйца в день. Мы здесь находим партнеров по кормам, по какому-то оборудованию. Очень много знакомств. В республике агрария будут участвовать в начале ноября. Лучшие из лучших получат госнаграды. Продолжение следует...